Привет, народ! Наша дорогая партия власти Единой России не перестает поражать невероятным количеством величайших умов в современности в своих рядах. Один из них показал себя несколько дней назад. Это депутат Александр Авдеев. Господин решил дать оценку умственным способностям россиян, возмущающихся против пенсионной реформы. Это капризные дети, такие сказал депутат, добавив что те, кто до сих пор беснуется, высказывая свое недовольство по поводу повышения пенсионного возраста, можно сравнить ну только раньше с капризным ребенком, которого заставляют идти на урок в школу или с больными, не желающими проходить диспансеризацию. А мы начинаем! Начнем с Урала. Здесь бунтует глубинка. Люди настолько устали от произвола местных властей, что перекрыли дороги. Таким образом, они надеются обратить на себя внимание областных и федеральных чиновников и избавиться от нерадивого главы. Поводом для всех протестов стало бездействие главы района Сергея Белоусова. Он не вмешивается в деятельность теплоснабжающей компании СИБНО, что в прошлом году заморозило значительную часть населения района, а летом выставило счета за неоказанные услуги на несколько десятков тысяч рублей каждому жителю. Получилось у меня 9300-93400. На среднем у меня получилось загнато. Мы летом платили, круглый год получается. И получилось у меня 4800. Я заплатил это. 40 тысяч 800? Да, 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 именно. И получается, и здесь имеющиеся квитации на 16400 плюсом, как бы я им должен. Я взял это все, приплюсовал, позвонил человеку, у нас дровами занимается. У него Урал, ну самосал Урал. Там кубов 7 где-то примерно. И получается, он говорит, 8 тысяч. Взял, разделил, получается, и за зиму жег 7 Уралов. И маленький прицеп тракторный. Трекомнатная квартира. Но одними только счетами на астрономические суммы список претензий жителей к главе района не ограничивается. Чиновники ведут себя словно бандиты из 90-х. Госпожа Балакина, зам главы по ЖКХ, то есть она со мной разговаривала по вопросу пикета, упоминала при звонках мою семью, мое здоровье. Из-за этого мне пришлось поехать в город Екатеринбург, обратиться в правоохранительные органы. И они взяли этот вопрос на контроль, потому что я опасаюсь уже за своих родных и близких. До сих пор жители некоторых поселков замерзают в своих квартирах, но при этом вынуждены платить за отопление. А часть населения района живет на фекальных озерах из-за неработающей канализации. Минувшие воскресенье жители Каменского района провели пикет в поселке Мартюш. В нем приняли участие около 70 человек. При населении поселка чуть более 2000 человек – это весьма внушительная численность акций протеста. Часом ранее жители Мартюша на несколько минут перекрыли автодорогу, ведущую в город Каменск-Уральский. Перекрытие было символическим – всего на несколько минут. Но этого хватило, чтобы взбудоражить власти. Вечером того же дня селяне перекрыли центральную улицу поселка Колчедан. Если меня Сибна нагрела на 10 тысяч, там 10-4, по 17-му году 4 тысячи, по 18-му году получается 6 тысяч, то ГЖИ нам выставило еще 12 плюсом. 12 тысяч мы должны заплатить Сибне. Вот сейчас весь Каменский район стоит на ушах. Почему? Потому что каждому конкретному жителю Каменского района идут требования и с угрозами, что они с нас через суд будут брать по 10 тысяч. В понедельник жители Сосновки собрались на площади перед поселковой администрацией, чтобы выразить протест бездействию власти. На удивление, обстановку разрядил сам Белоусов, прибывший на место проведения пикета. Он неожиданно для всех присутствующих вступил в диалог с жителями и пообещал решить их проблемы. Ранее Белоусов отличался излишней самоуверенностью. С жителями района и с журналистами он вел себя весьма надменно. Правда, позже выяснил, что новый стиль поведения главы – это не что иное, как работа на камеру. Уже через день редакцию начали звонить люди, принявшие участие в акциях протеста. Многим из них мэр пообещал проблемы с правоохранительными органами. Я считаю, что все-таки перекрытие дорог – это не тот способ выражения протеста, потому что я всегда к диалогу готов. И если есть какой-то вопрос, вот даже того же лидера вчерашнего я видел, когда он давал комментарии, что ему мешает обозначить свою позицию, прийти поговорить, чтобы тот вопрос, который он поднимает, была возможность его решить. То есть когда данный человек заявлялся на пикет, он требования свои не обозначил. То есть он в общем сказал, что недовольство местной властью, конкретные требования, когда с ним наш представитель связывался, он не обозначил. Вчера мы их услышали, увидели. По многим я могу пояснить, что то, что было обозначено, уже сделано. То есть у нас вопросов и проблем, особенно в сфере ЖКХ на территории района, предостаточно. Но планомерно, постепенно мы стараемся все это решать и выполнять. Теперь доверие жителей к чиновнику окончательно подорвано. Они считают, что исчерпали все ресурсы борьбы с нерадимым мэром на своей территории и готовятся к протестным акциям в областном центре. Многодетная семья из села Коркинского Туринского района Свердловской области планирует сдать детей в детдом из-за высокого тарифа на вывоз мусора. Об этом рассказал депутат ЗАГС Собрания региона Александр Коркин. По его словам, семья, о которой идет речь, существует на прожиточный минимум – около 11 тысяч рублей. По новым правилам, с 1 января счетов за вывоз мусора зависит не от площади жилья, а от количества проживающих. В Свердловской области тарифы гораздо выше, чем в соседних регионах. Министр ЖКХ региона Николай Смирнов объяснил это низкой плотностью населения. В городе Лесосибирск, что в Красноярском крае, местные жители держат оборону. Они также недовольны мусорной реформой и несколько дней забрасывают городскую администрацию мусором. Ведь платить стали больше, а во дворах только грязнее. Видео с импровизированной акцией протеста выкладывают в сеть. Судя по комментариям, новыми тарифами на утилизацию мусора недовольны абсолютное большинство. В Самаре отчаявшиеся родственники принесли с гроб телом местного жителя к зданию областного правительства. Они не смогли похоронить умершего на кладбище рубежное, так как местные работники потребовали от них 50 тысяч рублей. Гроб на подставке был установлен посредине площади Слава около 21 местного времени 21 февраля. Таким образом, родственники умершего попытались привлечь внимание властей к своей проблеме. Несмотря на произведенную ритуальной фирме оплату за погребение, из-за поборов мужчинам похоронить не удалось 6 февраля, глава региона уже отреагировал на инцидент, дав поручение жестко разобраться в произошедшем. Что же вынуждает наших людей идти на такие меры? В прошлый раз у нас была инфографика по уровню нищеты в России. Из нее мы узнали, что официально нищими в стране признано 14% населения. Но на прошлой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев пробил очередное дно, заявив, что за чертой бедности в стране проживает не 14, а аж 19% людей. Всех их он хочет паспортизировать и создать единую базу данных бедняков. А пока Медведев развлекается с интернетом, эксперты безо всяких специальных баз данных подсчитали, сколько денег из бюджета госкомпании тратится на содержание его любимого и на его друзей-олигархов. Оказывается, что в прошлом году содержание 36 членов правления Роснефти, Газпрома и Сбербанка обошлось россиянам почти в 12 триллионов рублей. Это на 420 миллиардов больше, чем годом ранее. Это годовая зарплата 50 тысяч учителей или 40 тысяч врачей. А теперь самое время узнать, какие места наша страна заняла в международном рейтинге. По добыче нефти России на первом месте в мире. Это данные Минэнерго, которые подтвердил лично президент Владимир Путин. В то же время наша страна занимает 96 место в мире по качеству жизни из 149 стран, участвовавших в рейтинге. Это уже международная статистика. По экспорту газа наша страна тоже впереди планеты. Все Минэнерго с гордостью рапортует об этом. А вот со здравоохранением у нас не все так гладко. 90-е место в мире. С суперяхтами тоже все хорошо. Подсчетное первое место. А по качеству дорог Россия находится на 114 месте из 137 стран. По темпам роста состояния олигархов нам тоже нет равным. По данным Блумберг за 2018 год доходы российских миллиардеров выросли аж на 11%. И потому наше необъятное вышло на почетное или не очень, но все же на первое место. Удвоение ВВП нашим чиновникам только снилось. По этому показателю мы на 65 месте в мире. Эффективность власти тоже стоило бы потянуть. 124 место из 149 стран. Хуже только в Африке. Что касается уровня гражданских свобод, тут вообще мрак. 143 место из 149. Но это еще не все. Не только члены, простите, Газпрома Роснефти как сыр в масле катаются. Оказывается, в России есть еще и теневые олигархи. Давайте познакомимся с ними. Итак, на пятом месте топа самых богатых депутатов и чиновников 2-го дивизиона Дмитрий Ильтиков. Как? Вы не знаете, кто это такой? Не расстраивайтесь, я тоже не знал. Оказалось, что это курганский депутат и по совместительству один из владельцев компании «Велес», у которой мясокомбинаты, есть свиноводческие комплексы, консервный завод есть и своя сеть магазинов. Доход семьи Ильтикова за год составляет более миллиарда рублей. Естественно, что это собственный доход, но не гоже с жиженным и отпрыском таких людей трудиться. Четвертое место нашего чарта занимает тоже весьма малоизвестная личность. Камчатский депутат Игорь Евтушок. Он совладелец крупного рыбопромышленного бизнеса «Океан Рыб Флот». Это название вы еще услышите в топе. Доход его семьи чуть не дотягивает до двух миллиардов рублей, как и собственный доход. Третье место занимает куда более известный россиянам президент Татарстана Рустам Миниханов. В наш чарт он попал благодаря своей супруге, которая является владелицей крупного бизнеса, элитного отеля в столице республики и элитного спа-комплекса. У самого же чиновника доход сравнительно небольшой, всего семь с половиной миллионов рублей. Как и обещал снова «Океан Рыб Флот» и еще один его совладелец – сенатор Валерий Пономарев. Он на втором месте нашего списка. Кстати, после ареста Рашукова Пономарев стал самым богатым членом Совета Федерации. Еще бы, выручка возглавляемой им компанией составляет более 15 миллиардов рублей ежегодно. Собственный доход Пономарева превышает 2,5 миллиарда рублей, а доход его семьи чуть не дотягивает до 3 миллиардов. Лучше бы корабли новые закупали, да морякам платили. Ну и на почетном первом месте Вадим Брэнди – еще одна темная лошадка, а именно никому неизвестный депутат в городе Улан-Удэ. У него свой бизнес под названием «Титан». В бизнес входит более 40 продуктовых магазинов, завод по переработке рыбы, мяса, а также кондитерские, рестораны и спортивный зал. О том, где в России оттепель политическая, где дует ветра перемен, в нашей постоянной рубрике «Политпогода» с Ксенией Форовой. Здравствуйте! В эфире «Политпогода» и снова с вами я, Ксения Форова. Где-то в Сибири или в Кемерово, запомните, а не в Кемерове, оттепель и возвращаются циклоны недовольных снегопадов. Да, такое бывает, потому что кемеровский губернатор Сергей Цивилев не намерен расставаться с командой своего предшественника Амана Тулеева. Внештатными соратниками Цивилева значатся очень важные дяди. Это экс-замгубернатора Нина Гладко, то есть и тетя еще, и бывший советник Тулеева, депутат областного совета и гендиректор энергосетевой компании Петр Куруч. Причем деятельность последнего, между прочим, вызывает массу вопросов, а нарушений в работе мупов под его началом, между прочим, хватит аж на несколько уголовных дел. А в Сочи хорошо, тепло и классно, там теплые ночи, потому что там приступили к сносу 54-х многоэтажных самстроев. Интересно, что ранее властями за определенную плату, между прочим, выдавались фиктивные разрешения на строительство таких домов. Губернатор Гениамин Кондратьев отметил по этому поводу, что с 16-го года на территории края не зарегистрировано ни одного нового самстроя. И это при том, что он начал руководить регионом в первой половине 15-го года. Вероятнее всего, начавшиеся сносы самстроев – это часть компаний в рамках соглашения о сотрудничестве с РКС, об использовании новейших спутниковых систем, в том числе для выявления самстроев. Ах, как сложно. Получается, инвестиционные контракты оказались выгоднее частных, неформальных договоров. Вообще не поняла, что сказала. И дальше следующее. В Башкирском Сибая, ставшем этой зимой центром экологической катастрофы, люди надеются, между прочим, провести митинг против сокрытия реальных причин ЧП и требовать компенсацию в общей сумме порядка 500 миллионов рублей. Если мэрия одобрит акцию, то она состоится 2 марта на площади городского дома молодежи. Однако на этот счет есть сомнения как в моей голове, так и в других, потому что ранее глава Сибая уже называл активистов спонтанного движения «Сибай дыши» козлами и экстрими, ну короче, нехорошими людьми. Это значит, что становиться на сторону людей, вынужденных дышать опасными парами серы, он не намерен. Я прощаюсь с вами. В студии работал Евгений Анисимов. Смотрите программу «Что произошло» на канале Крик ТВ по субботам, воскресеньям, понедельникам и четвергам. По просьбам зрителей, полную версию после долгого перерыва мы теперь вновь выкладываем на канале Крик Ньюз. Краткую версию смотрите по субботам на канале Реальная Журналистика. Звоните нам в редакцию по телефону 8 343 262 79 37. Пишите письма, ищите на соцсетях, добавляйтесь в друзья, сообщайте новости. Увидимся через неделю.